В советское время эта игра называлась «Зорница». Основная ее цель – формирование у молодежи положительного отношения к службе в вооруженных силах Российской Федерации, а также к физической культуре, здоровому образу жизни и навыков ориентирования в чрезвычайных ситуациях. С напутственной речью участникам военно-патриотических соревнований выступил заместитель главы района Иван Брюханов. У вас сегодня уникальная возможность проверить взаимовыручку, проверить свое мужество, упорство для достижения цели, чтобы победить в этой военно-спортивной игре. Участникам предстояло пройти 11 испытаний в виде этапов, которые расположились на пришкольной территории и внутри школы. Судейство состояло из 9 человек. На каждом этапе был свой судья и наблюдатели. Главным судьей выступил Владимир Смолин. На каждом этапе свои особенности. Где-то необходимо пройти этап за определенное количество времени. То есть чем оно будет меньше, тем больше баллов получает команда. Есть интеллектуальный этап, знание топографической карты, где будет оцениваться правильность выполнения задания. От ребят потребовались не только военно-прикладные навыки, но и менее работать в команде. Соревновались в строевой и огневой подготовке, неполной сборке и разборке автоматов. Пробовали свои силы на интеллектуальном этапе, горно-штурмовой и медицинской подготовке. На полосе препятствий, топографии, стрельбе из лука и применении противогаза на время. Испытания легче всего даются спортсменам и подготовленным ребятам. Для меня самое интересное – это огневая подготовка, потому что для меня винтовки и автоматы – это для меня самое любимое. Почти три часа продолжались военно-патриотические соревнования. По итогу результаты распределились следующим образом. Третье место завоевала команда Богучанской средней школы номер два. Вторая команда – поселка Октябрьский. И третья – Нижний Терянск. Хочется больше узнаешь в этом всем. Вообще я в этом не специализировалась никогда тут. Это вообще первый раз, когда я на такие соревнования поехала. Так я больше, не знаю, короче, это первый раз, когда я поехала на такие соревнования. И мне просто понравилось автомат разбирать. Участники получили не только серьезный опыт и массу впечатлений, а победители и призеры – еще медали и кубки. Участникам, занявшим второе и третье место, торжественно вручили туристическое снаряжение, а победителям – винтовку Ижевского завода. Анастасия Агеева, Александр Черкашин, Владислав Тимощенко, телекомпания «Спектр», Богучаны.